Ну так, начинаем. И сегодня мы бы хотели вам рассказать о том, кто мы есть, чем мы занимаемся, рассказать о нескольких наших успешных проектах и по возможности ответить на некоторые вопросы, которые наверняка у вас возникнут. И сегодняшнюю нашу встречу я предлагаю организовать следующим образом. Со своей стороны я проведу небольшое вступление, вкратце расскажу о нашей группе, а потом передам слово Игорю, который в свою очередь расскажет вам о тех проектах, результатами которых и процессом разработки которых мы бы хотели с вами поделиться и нам кажется, что вам было бы интересно. Ну а в конце по возможности предлагаю провести небольшую Q&A сессию, где вы могли бы спросить все то, что давно боялись спросить. Собственно, Data Science Group. Мы являемся научно-инженерной командой и под этим я имею в виду, что в наши задачи входит не только разработка неких математических моделей или алгоритмов, а в том числе их непосредственная реализация. И основная часть нашей компетенции составляют четыре направления. Первое это Deep Learning, это на данный момент State of the Arts в области машинного обучения. Это направления напрямую касающиеся нейросетей, искусственного интеллекта, GPU вычислений и так далее. В том числе вторая часть нашей экспертизы это Big Data, это масштабируемые решения, высоко масштабируемые решения для задач обработки больших массивов данных. Это Hadoop Инфраструктура, это Real Time и пакетная обработка данных. Предиктив Аналитикс, задачи из области риск анализа, целевого маркетинга и так далее. И Data Analysis, это более высокоуровневые задачи, связанные с визуализацией данных, с пониманием данных, с описанием данных. В том числе в какой-то степени это можно назвать BI. Собственно, в целом наша компетенция выглядит примерно так. И ее основной частью является все-таки Deep Learning. Deep Learning это семейство алгоритмов машинного обучения, впечатленных или позаимствованных из области нейробиологии. На самом деле я бы сказал, что эти два направления развивались параллельно и в какой-то момент нашли свою точку пересечения. И The Story So Far выглядит, на мой взгляд, примерно следующим образом. Наука, в частности нейробиология, достаточно давно пыталась понять, по каким принципам и как работает человеческий мозг. И как только человечество добилось определенного прогресса хотя бы в понимании базовых принципов, другая часть этого сообщества, его Computer Science, задумалась над вопросом, насколько реально, имея текущее знание о человеческом мозге, симулировать некие его примитивы для задач решения комплексных задач и автоматизации в принятии сложных решений. И, собственно, в тот момент, когда эти два направления пересеклись, и появилось такое направление, как Deep Learning, которое сейчас на данный момент считается State of the Art в машинном обучении. Собственно, само машинное обучение имеет огромное количество параллелей с тем, как учится человек. Человек сам учится на своем опыте. И, в принципе, многие техники, которые используются в других подходах машинного обучения, также имеют прямые параллели с тем, как и по каким принципам принимает решение человеческий мозг. В данный момент Deep Learning алгоритмы и подходы показывают наилучшую производительность, намного, скажем так, значительно больше, чем все существующие на данном моменте решения в области Computer Vision для задач классификации изображения, для задач выявления объектов на изображении, для задач выявления движений, в том числе в области Speech Recognition для таких задач, как Speech to Text, в области робототехники и так далее. На данный момент Deep Learning считается State of the Art подходом. Deep Learning, по большому счету и все машинное обучение, но Deep Learning особенно чувствителен к этому, сопряжен с достаточно большим объемом достаточно сложных вычислений, которые сложны не столько по своему объему, как классическая Big Data, где основные задачи связаны с обработкой огромных массивов данных, сколько в количестве итераций, которые нужно проделать над этими данными. То есть мы все так же говорим о достаточно большом объеме данных, но о значительно большем количестве итераций, определенных операций, которые над этим объемом данных нужно сделать, провести. И да, и тут навстречу Deep Learning сообществу пришло и инженерное сообщество, и на данный момент Deep Learning невозможен без вычислений на базе GPU. Этот подход адаптирован и идеально подходит для тех задач, которые стоят перед Deep Learning сообществом. Более того, такие компании, как NVIDIA, развивают отдельные линейки продуктов для этих задач. Существуют отдельные подразделения, которые сопровождают эту линейку и это направление. И сейчас такие компании, как Яндекс, Байду, Salesforce, используют достаточно большие видео кластера для решения задач в области Deep Learning в том числе. Нашей командой в том числе разработан отдельный фреймворк для проведения соответствующих вычислений TNNF. Это open-source framework, который доступен по большому счету, который находится в открытом доступе. Он документирован. Это, собственно, тот фреймворк, на котором наша команда разрабатывает все свои решения, на котором мы реализовываем все свои процессы, связанные с обучением и связанные с вычислениями на базе GPU. При желании можете посетить GitHub, репозиторий, почитать документацию и так далее. И в том числе достаточно весомую часть в решении наших задач имеет Big Data-экспертиза. То есть наша группа сертифицирована. В нашей группе есть сертифицированные Big Data-специалисты, сертифицированные Клаудерой. Мы поддерживаем полностью... Наша группа знакома и работает со всем стеком Big Data-технологий, такие как Apache Spark, HBase, BigHive, Scoop и так далее. Но это тема немножко другого доклада. Сегодня мы бы хотели вам рассказать как раз про ту часть, которая касается Machine Learning и, в частности, Deep Learning, как его частный случай. В том числе в нашей группе есть достаточно серьезная домен-специфическая экспертиза, потому что мало понимать принципы машинного обучения. Достаточно важно и понимать домен, в котором те или иные техники или подходы применяются. И из основных направлений, основных доменов я бы выделил бы три. Это Computer Vision, то есть задачи, связанные с глубоким пониманием видеосигнала, изображения, пониманием, что на изображении. Это обработка естественного языка и, соответственно, его понимание. И последнее это анализ social media analysis, анализ веб-графов, веб-майнинг и так далее, где тоже есть определенное место и достаточно много для машинного обучения. Собственно, наша группа существует в рамках софсер достаточно давно, уже около, наверное, двух лет. И за это время у нас было несколько достаточно успешных проектов, о которых подробнее у их реализации уже расскажет Игорь. Вкратце, то есть те проекты, которыми нам бы хотелось с вами поделиться, это проект по анализу рентгеновских снимков на предмет детекции аномалий в снимках, в частности детекции сломанных костей, детекции аномалий развития и так далее, и так далее, что позволяет автоматизировать до какой-то степени обработку рентгеновских снимков и помочь специалисту выявить те или иные дефекты, которые, возможно, он бы не смог бы выявить при ручном взгляде на изображение. В том числе это проект по детекции объектов на изображении, в частности детекции продуктов на фотографиях магазинных полок. Это было достаточно комплексное решение, которое включало в себя как сбор соответствующего набора данных для обучения, так и достаточно сложный процессинг этих изображений обучения модели, выявления объектов с определенной точностью. Подробнее, опять же, я думаю, расскажет Игорь. И третий проект, это также наш опенсорсный проект, это реализация алгоритма, представленного два года назад компанией DeepMind, которая вскоре, буквально через несколько месяцев была куплена Google, и долгое время никакой информации об этом подходе не было, кроме презентации и научной публикации. Собственно, подход, который представил DeepMind, предполагает обучение агента, некого агента, игре в компьютерную игру, основываясь только на видеопотоке, ничего не зная об этой игре. То есть разработка универсального подхода, который только основываясь на видеопотоке, смог бы научиться играть в ту или иную, в идеале, в любую компьютерную игру, в процессе взаимодействия с этой игрой, в процессе, попытаясь понять, что в этой игре, за что в этой игре даются очки, за что они отнимаются и так далее, и так далее. В частности, DeepMind свое решение тестировал, разрабатывал на базе набора игр из эмулятора Atari, где, по-моему, около половины, в половине из всех существующих игр в этом эмуляторе, их там достаточно большое количество, их решение показывало результат, который был значительно выше, чем результат человека, играющего в эту игру. В принципе, этот подход и этот набор семейства алгоритмов называют «обучение с подкреплением», то есть агент взаимодействует со средой, и основываясь на реакции среды на те или иные действия со стороны агента, агент делает выводы, что в этой среде хорошо, что это плохо, и, понимая основные принципы этой среды, начинает эти принципы эксплуатировать, пытаясь добиться максимального успеха в этом окружении. Такого рода подходы, то есть, хоть DeepMind это показал на базе достаточно примитивного кейса, как консольные игры, но эти же подходы используются в самоуправляемых автомобилях, эти же подходы используются в робототехнике для задач управления квадрокоптерами и так далее. Возможно, именно поэтому Google их приобрел, так как параллельно они развивают свой Google Autonomous Car проект. Собственно, этот проект нашей задачей стояло повторить их подход, основываясь только на научной публикации, сделать его доступным для сообщества, потому что, так как по большому счету информации никакой нет, чего мы успешно добились. И сейчас у этого проекта есть отдельный веб-сайт, который тоже можете посетить, посмотреть. И Игорь наверняка тоже какие-то примеры и видео покажет. Собственно, это все с моей стороны. Сейчас бы я хотел передать слово Игорю. Я надеюсь, он с нами есть. Очень с большим эхо, огромным эхо. Это из-за меня, сейчас, секундочку. Теперь слышно, без эхо? Да, теперь без эхо. Теперь их не слышно, сейчас, секундочку. Сейчас я пока включу презентацию десктопа. Мука, поговори. Ребята, меня слышно? Да, да, слышно. Да, слышно. Дождь, стоп, а включи, включи у себя микрофон, а я у себя за ним учусь. Гайз, вот зараз нормально чути и видно скрин. О, отлично, наконец-то. То есть скрин, скрин видно, и у меня слышно, окей, без эхо, да? Так. Хорошо, тогда я Юру много не слышал, поэтому, возможно, что-нибудь у нас пересечется. Я так понимаю, что вкратце мне нужно рассказать о наших проектах, которые у нас были. Поэтому всю теоретическую часть я опущу, и мы остановимся на проектах, которые у нас были. То есть, в принципе, как и Юра, у нас есть наш собственный фреймворк для разработки гип-нейросетей, и большинство задач, которые мы решали с их помощью, были связаны так или иначе с графикой. То есть, например, на данном слайде для тестов мы проверяли на мнисте наш фреймворк и получали следующие фичи. То есть, в верхнем левом углу у нас видно оригинальные циферки, а в правом нижнем видно фичи, которые мы получили с помощью нашего фреймворка. Фичи – это описательная характеристика каждой картинки. То есть, в данном случае, это штрихи, которые характеризуют цифры. Каждая цифра состоит из одного количества этих штрихов. Насколько я помню, в данном примере у нас их было около 15 на цифру. И по поводу наших проектов. То есть, у нас их было всего три штуки. Один из самых таких известных, наверное, в сервере, это был проект, связанный с распознаванием товаров на полках магазинов. И на данной картинке мы видим пример. Мы это делали для бутылок. Для бутылок мы с помощью нейросети глубокого обучения находили фичи. Ну и пытались просто идти окошечком по картинке и подсвечивать бутылки. Следующая у нас была задача сказать, какая именно эта бутылка. Но все пока остановилось на просто поиске генерик-бутылки на полке. Ну не знаю, видно ли у вас хорошо, но в принципе тут ошибок. Ну может быть штук пять бутылок оно всего не нашло. Так что это лишний раз доказывает, что нейронные сети глубокого обучения хорошо работают. По поводу медицинского проекта, о котором я слышал, упоминал Юра, у нас была задача сделать что-то типа виртуального доктора, рентгенолога. То есть был набор картинок в формате шпег, рентгеновских снимков, в данном случае рук, но в принципе нужно было черепа, легкие, ноги. То есть там было много частей и с помощью нейронных сетей глубокого обучения мы пытались найти что-то, что на этой картинке было не так. То есть это должно было снимать нагрузку с докторов, потому что доктора, ну им надо иногда много снимков просматривать. Это был специфический кейс, так называемые ночные рентгенологи. Это люди, которые в американских клиниках сидят по ночам, смотрят на рентгеновские снимки новых пациентов, если вдруг что-то приходит, и определяют. Отложить это до утра если он не умрет в ближайший час, либо же его надо срочно лечить. И вот эту задачу хотели переложить на нейронные сети. Ну в данном примере видно, как это работает на руках. С помощью нейронной сети мы восстанавливали снимок до того состояния, как нейронная сеть считала, он должен был бы выглядеть. То есть, например, на верхней левой картинке это я в пейнте стер несколько пальцев, соответственно сеть их дорисовала. На картинке под ней это настоящая картинка из интернета, там какой-то вид перелома, наверное, изображен, я не уверен, что именно, но тоже сеть дорисовала, что там не хватает, и в принципе угол пальца должен быть другой. Из таких маленьких повреждений это правая верхняя картинка, там было что-то, что-то, что-то типа трещины в кости, вот тоже его подсветило красненьким таким пятнышком. Это работало, работало примерно в 90% случаев на подобранном датасете. Основная проблема была в том, что, ну, то есть, мы рассчитывали, что все картинки в датасете в, крайне мере, американских клиниках, они будут примерно единообразны. То есть, как здесь, все четыре руки, они примерно одинаково обрезаны, примерно в одинаковом положении находятся. Ну, по факту, оказалось это не так, снимки они делают, как попало, в большинстве случаев не снимают ни в колец, ни в часов, и это давало довольно сильную погрешность, поэтому в реальном мире оно как бы работало хуже. Ну, и третий проект, это по поводу библиотеки для управления, основанной на рефорсмент-лёрнинг-алгоритме и нейронной сети глубокого отмечения. Это у нас реализовано в форме open-source кода на гитхабе. Оригинальный алгоритм был разработан гуглом, ну, и имя же было написано это на луа, мы же это сделали, собственно, используя наш собственный фреймворк и пайтом. Поддерживается у нас GPU и все остальные модные сейчас технологии в этом плане. Вкратце, D-Rail это библиотека, которая может, анализируя поток изображений, ну, то есть любую последовательность картинок, обучаться управлять чем-либо. Ну, то есть в какой-то искусственной среде это, конечно, может быть, не знаю, что-то типа компьютерной игры, а в настоящем мире, ну, например, в гугл-машину в принципе можно ставить камеру и пытаться ее обучать как-то еще дополнительно к, если я не ошибаюсь, там вот на крыше у него LiDAR стоит, то есть в руле они камеры к этому не используют. Зачем это надо? Зачем вообще надо чем-либо управлять? Потому что, ну, как мы выясняли, мы пробовали проводить эксперименты в ситуациях, когда человеку нужно очень-очень быстро принять решение, у него очень катастрофически падает способность эти решения принимать точно. Вот у меня ниже будет график, я его покажу. Поэтому это один из кейсов, когда нам нужно в режиме ограниченного времени принимать решение, ну или, например, там просто в опасных ситуациях, либо же для освобождения времени человека управлять чем-либо вместо него. В этом же проекте мы проводили эксперимент, когда мы сравнивали время реакции человека и точность. У нас по вертикальной оси идет точность, по горизонтальной дилей между шагами, то есть в среде, в которой между двумя изменениями состояния есть какая-то задержка, допустим, там в полсекунды, в секунду, люди, когда она составляет больше, чем 0,2 секунды, то есть 200 миллисекунд, в принципе показывают лучшую точность, чем нейронная сеть. Но дело в том, что это очень большая задержка, то есть если посмотреть, как это выглядит в физическом мире, успевает даже становится скучно, пока следующий шаг наступит. В всех дилеях, которые меньше, вот это вот такого граммичного значения в 200 миллисекунд, видно, что у людей точность очень сильно падает, и здесь мы видим желтенькая линия, это то, как работает ERL, анализируя картинки, а зеленая, синяя, и оранжевая линия, это то, как два человека разных принимали решение, их точность, и зеленая, это средняя между ними. Зачем? Вообще, зачем мы это планировали делать, и кому это надо? Ну, то есть, как два таких самых простых примера, которые приходят в голову, это для автоматического управления машинами, или же для военных, для квадрокоптеров, для их дронов, для разведывательных миссий. Что мы вообще хотим, когда мы говорим, что что-либо должно управлять чем-либо так же хорошо как человек, ну, потому что, в принципе, не могут до конца ученые договориться, что значит управлять так же как человек, поэтому выведено два таких классических определения, что агент в искусственной среде должен действовать рационально, а что такое рационально? значит, что он должен максимизировать в каждый шаг свой перформанс, метрику, которая для него выдадена. Ну, то есть, вот это две цитаты из классической книжки по искусственному интеллекту Питера Норвига и Рассела. В целом, вся схема, как это работает, выглядит так, то есть, у нас есть агент, у нас есть какая-то среда, агент получает из этой среды данные и предпринимает какой-то экшен, и в нашем случае данными является последовательность картинок, а экшенами, то, что мы запрограммируем, смотря, что нужно делать нам для среды. Теперь, из такого нюанса, почему именно к Rayforce на льорнинг-алгоритму это алгоритм, который в обучении с подкреплением, то есть, агент что-то сделал, получил либо положительную реакцию от среды, либо отрицательную реакцию, и, соответственно, следующий шаг он научился делать чуть лучше. Почему мы здесь используем нейросети глубокого обучения, потому что, в принципе, если мы будем использовать классические нейронные сети в качестве принимателя решений, то нам нужно, во-первых, вывести какие-то фичи, которые будут характеризовать мир, в котором агент находится, а для этого нам, во-первых, нужен эксперт, который понимает что-то в мире, в котором находится агент, ну, то есть, если, например, с автомобилями подумать, то банально нужен какой-то очень хороший профессиональный водитель, который там 30 лет за рулем может выделить какие-то более комплексные фичи, чем тот, кто первый день сел за руль. Во-вторых, это время на исследование, потому что, собственно, наш сет фич, который мы придумали вручную, он требует исследования. Возможно, они будут плохими, возможно, это будет плохо работать, и, собственно, третий пункт означает то, что чем лучше у нас будут фичи, тем лучше у нас работает система. Соответственно, Deep Learning подход, он без этих минусов работает, то есть, в принципе, он способен сам для себя извлекать фичи из очень комплексных данных. В нашем случае данные, ну, то есть, если мы изображение анализируем, данные выглядят как набор пикселей. Сейчас я покажу картинку, которая это кое-как характеризует. То есть, в принципе, если у нас есть изображение мотоцикла, у нас данные выглядят просто матрица из цифр по светимости пикселя. Если мы берем RGB-изображение, то есть, это три канала, у нас каждый пиксель будет характеризовать три цифры. Это очень много данных, даже на картинке 100 на 100 пикселей невероятное количество и очень тяжело зафитить нашу сеть на это. и напоследок несколько картинок по поводу будущего, возможно, применение алгоритма, который мы реализовали на Пайтоне. Это снова-таки автомобили и дроны. Как выглядит, ну, то есть, для того, чтобы оно работало, нам нужно предварительный при процессе сделать данных. Его делают тоже обычно с помощью нейросети глубокого обучения и это очень важно, потому что мы снова-таки пытаемся автоматически выделить какие-либо признаки и в данном случае верхний левый пример показывает то, как выглядят предпроцесснутые данные, снятые с квадрокоптера после выхода нейронной сети и задача тут была подсвечивать дороги, дома и все остальное разными цветами, потому что, собственно, в задаче идея была в том, что дрон должен без GPS-а понимать, где он находится, а для этого ему нужно снимать землю под ним и так или иначе сравнивать то, что у него есть в базе по карте. Сравнить, собственно, картинку, которая слева, оригинальная фотография, очень сложно, ну, почти невозможно, а если мы выделим какие-то признаки по ней с помощью нейронной сети, как в правом примере, это будет решаемая задача. И аналогично в нижнем примере это съемка с видеорегистратора из машины, и тут была задача подсветить разные классы объектов разными цветами, так что всегда один цвет соответствовал одному объекту, то есть вот темно-фиолетовый это машинка, голубой человек, желтые деревья и так далее. это тоже важно, потому что для того, чтобы предпринимать какие-то действия, нам нужны признаки, и в данном случае мы таким способом кластеризовали данные и по ним можем выделять признаки и чем-либо управлять. То есть это по DRL-ю, по библиотеке, по нашему третьему проекту, в принципе, в целом все. У меня все. А еще можешь трошки рассказать про ваш гейм, про сайт, тобто більш детально про ту идею, как вы ее реализовывали, какой был подход. Про что я не могу? Ну, про этот гейм, который вы реализовывали на сайте. Ну, у вас есть веб-сайт окремный, про Deep Learning, вот так, то есть sample, то есть вы имитировали всю игру, так? Я понял. Так, я попробую загрузить. Зачем, ну, по поводу гейма, что это игра, это то, о чем я говорил, что, чтобы тестировать алгоритм, нам нужна какая-то среда, в котором это будет работать, потому что, в принципе, изначально агент довольно часто ошибается, и если мы будем тестировать это в реальном мире, то мы банально будем часто разбивать машины, часто ломать квадрокоптеры и все такое прочее. Поэтому самый простой способ, самый простой способ обучать агентов, это какую-то искусственную среду для них найти, и самая, ну, сложную искусственную среду, это важно, чтобы она была комплексная, где нужно принимать решения довольно сложные, анализируя все поведение агента, которое было до этого, которое будет в будущем, и то, как изменяется мир вокруг него. И самый простой способ найти такое, это использовать компьютерные игры, то есть, более сложные среды, в которой требуется комплексное поведение, тяжело довольно найти, можно свои песочницы писать, но в нашем случае мы использовали классику, которую уже предлагали, Гуми и Майет, это игры Atari, у нас есть ролик, то, как работает наша, на нашей библиотеке, на популярной игре, по-моему, у вас немножко кадры проседают, и возможно, будет плохо видно, особенно, то, что сейчас работает это эмитное состояние, когда необученный агент пытается играть, и видно, что он, ну, почти не работает, потом через несколько, ну, несколько часов учения, видно, что он немножко лучше начинает отбивать мячик, и, в принципе, совершает разумные действия гораздо чаще, и, напоследок, должно быть видео о том, что будет после, ну, примерно, по-моему, да, 19 часов тренировки, агент вывел для себя стратегию, как взаимодействовать с людьмой, и работает, я бы сказал, хорошо, соответственно, аналогичный подход, если у нас будет какое-то физическое воплощение мира агента, можно применять для машин, коптеров, для станков, производящих ковры, для чего угодно. Ролик довольно длинный, так что можно показать какие-то вопросы. Ну, у меня же я пытаюсь, насколько я чула, то, что вы, мало принимать участь при разработке дрона, потому что в сервии есть инициатива, то, для большей смарт-анализы, то есть, что это правда, хочется просто с этой идеей, там была идея в основном в том, что, ну, то есть, там нету задачи управления дроном, там была задача поиска определенных объектов, ну, для украинских дронов, это поиск танков, разведданных, беспилотников, и там была задача просто поиска объекта, соответственно, чем-то похожее на нашу, наш проект с бутылками, я проверял тот же самый код, просто загрузил у него другие данные, ну, и в какой-то мере оно находило эти танки, там был очень маленький датасет на то время, а с новым датасетом, насколько я знаю, он уже появился, мы пока не пробовали работать, и будет на это выделено время, то запросто. В принципе, там подходит, чем не отличается от поиска бутылок на полках и от поиска чего-либо угодно, где-либо. Как-то так. Спасибо большое за доклад. Вот такой вот вопрос. А почему нейронные сети выбраны? Было бы сравнение, например, с какими-то алгоритмами кластеризации, возможно, сегментации и распознавания уже образов. Почему только нейронные сети? Самое оптимальное было решение? Потому что кластеризация и нейронные сети в нашем случае решают несколько разные задачи. С помощью кластеризации мы обычно пытаемся выделить в принципе какие-то объекты, мы не знаем, какие именно это объекты на общем фоне. То есть, допустим, если взять эту картинку, которая у нас сейчас, то алгоритмами кластеризации у нас выделилась бы, я не знаю, этикетка от бутылок. То есть, мы понятия не имеем, что это этикетка, мы просто знаем, что это пятно примерно одного цвета. С помощью диплёрных сетей мы можем конкретно называть предмет, который мы видим. То есть, мы не можем сказать, что вот в этом квадратике находится что-то, что принадлежит одному кластеру. Мы говорим, что это конкретно бутылка. Ну, либо не бутылка, если бутылки там нет. Но опять же, извини, от себя добавлю, тоже повторю этот момент, что подход глубокого обучения позволяет работать с сырыми данными и не требует описания каких-либо ручных фич, особенностей, что зачастую требуется при использовании классических подходов, в том числе подходов для задач сегментации, кластеризации и так далее. Более того... Хорошо. И то есть, у вас получилось добиться того, что даже если вам приходит, например, изображение с шумами какими-то, то вам не нужны никакие предварительные обработки, фильтры, ничего такого. Смотри, я отвечаю на вопрос. В принципе, предварительная обработка, она всегда нужна для каких угодно алгоритмов, связанных с компьютерным зрением, потому что это очень сильно повышает точность. Ну, то есть, да, мы теоретически можем зашумленные картинки использовать, ну, то есть, даже не теоретически, а практически, но точность будет страдать. Поэтому, если мы можем минимальным шумодавом увеличивать точность на 5%, то это будет очень круто. 5% я назвал просто так, ну, то есть, это не была точная цифра. Ну, в принципе, можно работать с зашумленными данными для сетей, это не проблема, чтобы она училась на точно таких же зашумленных данных, на которых она потом будет эти картинки находить. То есть, не получится, что мы учились на хороших картинках, а потом будем искать очень зашумленные. Ну, да, ну, то есть, это из нервных сетей, а такие, как генетические алгоритмы, какие-нибудь? генетические алгоритмы, вообще задачи оптимизации, то есть, менее апплайбл к такого рода задачам. Ну, я понял, то есть, да, специфика была. А еще такое, не пробовали вот вашу систему, нейронную сеть применить, например, каждый год проходят вот эти соревнования по искусственному интеллекту, например, там, игры тоже, хоккей, там, танчики и все. То есть, между живыми участниками каждая пишет свои системы. Какие-то? Ну, из конкурсов, то, на чем мы пробовали, это, если сказать, в каждую точка ком, там проходят data science-конкурсы, и иногда попадаются те, которые, по сути, хотят распознавания изображений, то есть, последний, который там был более-менее популярный, это поиск диабета по фотографии, по-моему, зрачка, или что-то типа такого. Вот, мы участвовали в нескольких конкурсах, самый простой, это МНИСТ, это для тренировки, для тестов нейронных сетей, собственно, вот, как я показал, фичи и циферки МНИСТа, и там мы были на первом месте. Есть проект по распознаванию галактик, то есть, было около, по-моему, сорока классов различных галактик, ну, то есть, там, три рукава, два рукава, спиральная, синего цвета, желтого цвета, это, грубо говоря, и был краудсорсинг проект, там, где юги сами вручную классифицировали эти галактики, это нужно было для ресерча и вообще для исследователя космоса, соответственно, на Кагле был конкурс, чтобы заменить этих людей, которые вручную пытались классифицировать галактики нейронной сетью, не помню, мы там первые места не заняли, увы, потому что были некоторые плохие идеи по тому, как это нужно сделать, то есть, в принципе, мы почти все так же сделали, как лидер, но мы применяли не сверточную нейронную сеть, а обычную, это дало довольно большой штраф к точности, поэтому мы не заняли призовых мест, но, по-моему, в топ там 30 или 40 мы вошли из около тысячи участников, а по играм, по играм нет еще, нигде не применяли, то есть, единственное, по играм это вот в примере, который я показывал на сайте с Atari игрой. Просто там иногда интересные моменты попадаются, когда самые простые тривиальные системы просто рушат монстров и таких вот, как сверточные сети и вообще вот этого глубокого обучения бывают интересные нюансы. Почему такое происходит? Потому что самая простая система не пишется людьми и, возможно, люди находят именно какой-то недочет самой системы, то есть, допустим, если у вас какой-то хоккей, то если все выстраиваются в ряд и тупо едут вперед, то, значит, команда выигрывает. И, используя вот такое, то, в принципе, да, возможно, очень чем-то простым попробовать выиграть, но если нужно очень сложное какое-то поведение, то тут я считаю, нейронные сети должны работать лучше, плюс, снова-таки, чтобы какой-то очень простой алгоритм сработал, должен потратить время на это человек, он должен сидеть, он должен выводить эти закономерности, он должен проверять, а точно ли то, что он придумал, даже если он сделал простой логику какую-то, точно ли она работает, ну, это время и деньги, в то время как нейронную сеть, которая учится по изображениям, то есть по raw, пиксель, дате, мы просто можем включить и подождать. Работает она бесплатно, ей нужно платить деньги, чтобы она выводила для нас и чек. Так, есть кто сказал, есть вопросы? Сергей Киев, вы вспоминали рентгеновские снимки, хотел спросить, на реальных данных какая получилась погрешность или точность распознавания? Еще раз, я не услышал, на чем именно? На каких реальных данных? Рентгеновские снимки, классификация, на реальных данных какая получилась погрешность точность распознавания? Смотри, дело в том, как таковых у нас не было реальных данных, потому что, как выяснилось в Америке, чтобы прислать нам реальные данные, есть куча ограничений. Они не могут просто так присылать нам дамб, свои базы из клиники. Поэтому нашими реальными данными были картинки из гугла. Я их там насохранял по-моему в тысяч-тысяч две, мне потом снились плохие сны, связанные с рентгенами рук. После того как я их пересмотрел, и там, я не помню, что-то около 90 процентов, то есть 86-90 получалось, но это было два года назад, поэтому точно не могу ответить, но довольно большой процент. Но снова-таки это были картинки, которые мы потом более-менее приводили в какой-то вид, потому что в гугле было очень много фейковых картинок, в каких попало, там другого цвета, например, фиолетового, может быть, с рентгена, а в жизни такие никогда не бывают. Но в принципе это дает неплохие результаты, и если бы мы продолжали над этим работать, то в принципе, я думаю, оно бы дошло до какого-то реального воплощения в софт. Что от себя хотел добавить по поводу особенностей применения нейронных сетей глубокого обучения, это то, что они достаточно сложны в тюнинге, да, то есть какие-то straightforward подходы, которые зависят от трех параметров, да, там такие, как там support vector machines или decision trees. Они, безусловно, в короткосрочной перспективе могут давать значительно лучшие результаты, потому что они значительно проще в тюнинге, да, но зачастую такого рода решения, они являются suboptimal, да, ну то есть они достаточно быстро дают достаточно хороший результат, но когда задача уже дать выше этого suboptimal результата, то средств для того, чтобы заставить эти те или иные алгоритмы давать лучший результат, не так много, как у нейросетей, но с другой стороны нейросети достаточно сложно тюнить, да, то есть достаточно сложно интерпретировать результаты и количество гиперпараметров, которые нужно использовать, в том числе и архитектура сети, какую там, и так далее, и так далее, их значительно больше, чем в straightforward подходах, которые дают быстрый и suboptimal результат. Ну, быстрый, но недостаточно точный, то есть, в принципе, ты не сможешь достичь такой точности с помощью SVM на сложных данных, как с помощью нейронной сети, но да, тюнить ее действительно будет намного слойнее и не очевиднее. Спасибо. 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 Собственно, презентация будет про то, какие изменения претерпевает Big Data в связи с последними венами в DevOps направлениях и как эти два направления, в общем-то, дружат или не дружат. И в том числе, в частности, рассмотрим вариант, как разворачивать Big Data сервисы не только в классическом виде, в виде там кластера клаудеровского, фортонворцевского, а в виде микросервисов точно в более эффективных кластерах с использованием технологий, таких как Mezos, Marathon и прочее. Будет интересно. Спасибо. Окей, дякую. Тоді всім дуже дякую. Відео буде доступне через деякий час. До нових зустрічей. Надеюсь, на майбутнє ми уникнемо проблем з коннекшеном і зробимо систему підділення більш зрозумілою, більш страйфорною. Всім дякую і до побачення.